Всем-всем привет, с вами Клеопатра! А перед началом данного ролика мне хотелось бы порекомендовать вам клан 12 левла Руса Туриста. Данный клан построен с уклоном на клановые войны, и поэтому ребята ищут себе бойцов от 7 домика с ровной прокачкой. Обязательные условия это адекватное поведение, возраст 18+, и желание играть в КВ и, конечно, развиваться. В свою очередь, ребята предлагают вам действительно хороший донат, что наглядно видно из статистики пожертвованных войск, а также обучат всем премудростям КВ, которые знают сами. Допуском до КВ будет являться испытание, которое нужно будет пройти при входе в клан, а также при подаче заявки указать свое имя и возраст, и, конечно, быть без штрафа в КВ, потому что со штрафом вас, к сожалению, не возьмут. Хэштег данного клана я, конечно же, оставлю в описании к этому ролику. А я сегодня нахожусь в клане 12 левла под названием Гиперборея. К нам меня пригласили ребята, чтобы показать одну весьма интересную атаку. Честно говоря, я в своей жизни еще такой атаки не видела, хотя я уже вот как 3 года в Клэше, и плюс ко всему большой опыт, конечно, их создания роликов, поскольку для роликов пересматривается очень много атак, так и не все, естественно, идет в видео, и поэтому даже с моим опытом меня эта атака весьма удивила и занептесовала. Сразу, наверное, бросается в глаза то, что атака эта не трешечная, а наоборот, она была сделана на 0 звезд, создается вопрос, а зачем показывать такую атаку? Однако же все самое интересное, конечно, впереди. Из стрима в стрим, из обзора в обзор меня спрашивают приблизительно одни и те же вопросы на тему того, что сажать в Клан Касл, каких юнитов и что будет самое эффективное на КВ. Здесь, конечно, варианты могут быть разные, начиная от лавы, заканчивая мини-дракончиками и валькириями. Каждый вариант по-своему хороший, нужен для определенных целей. Однако же то, что находится здесь, Клан Касл не только затормозила и испортила предзаход с помощью Королевы, а вообще сломала всю атаку полностью. Вся атака именно из-за Клан Касла была полностью слита, и смотрим внимательно, что же здесь было. Планировка стандартная Анти-2 с очень широким и растянутым забором по центру, который огорожен еще отдельно стоящими заборинками, чтобы дать как можно большей ширины в центральном отсеке и не дать возможность быстро пройти именно к центру, где находятся Инферно, Орел и Арбалеты. Клан Касл находится с абсолютно другой стороны, мы его выманили на одного гиганта, и пока что все идет отлично. В КК у нас находятся две ведьмы, мини-дракончик и одна лучница. Забрасываем яд, подкидываем рейдж, поскольку у ведьмы много скелетиков, и нужно по-быстренькому с ними разобраться. Забираем мини-дракончика, и казалось бы, сейчас мы просто добьем остатки КК, и вроде бы все будет хорошо. Однако же, только так кажется. Все самое интересное как раз таки и начинается с этого момента. А вот теперь обратите внимание, что королева утыкается в маленьких скелетиков, которые просто как рой. Постоянно появляются, обновляются, и они просто убивают Квину. Атакующий тратит второй рейдж для того, чтобы все-таки убрать этот клан Касл, потому что предзаход из бойлеров и кинга уже пошел у него с правой стороны. Добрасывать на королеву по сути нечего, чтобы забрать КК, потому что никто не ожидал такого поворота событий. А скелетики все продолжают и продолжают атаковать. Кроме того, королева здесь находится не одна, она находится под хилками, но даже хилки не могут выхилить Квину так, чтобы она разобралась с клан Каслом. Уже не важно, что происходит с правой стороны, куда пошли боулеры, куда они вообще там зашли, это все не имеет значения, потому что мы потратили два рейджа, мы потратили поражатие королевы, выпустили шахтеров вместе с хранителем, и вот тут уже, ну, по-любому нужно забрать этот клан Касл. Но нет, маленькие скелетики добивают королевы, шахтеры стоят на месте и не могут ничего сделать с КК. В итоге вся атака далее, все 50 секунд просто сливаются на том, что стоят ведьмы, которые убивают все, что они видят рядом, и никакие хилки, никакой хранитель ничего не может им помочь. Что делать в такой ситуации? Как быть дальше? У нас в составе есть еще один рейдж, и у нас есть мороз. Ну, поняв, что вся атака уже просто полностью слита, можно попробовать подкинуть рейдж на хилок, может быть, они станут более интенсивно лечить шахтеров, и те разберутся с скелетами, но нет, ничего подобного не происходит. Все как и было, так и продолжается. Кроме того, здесь еще принимают участие инферно, орел, арбалеты, и даже мороз, который накинули уже под конец. Попробовав, ну, хоть что-нибудь другое, может быть, хотя бы так получится убрать КК, даже он не помог. Абсолютно ничего не помогло забрать этот клан Кассел, и вся атака прошла на одном месте. Казалось бы, ничего странного нет в планировке, абсолютно обычная база. Казалось бы, тоже стандартный клан Кассел, ну что здесь такого, две ведьмы. Но в таком сочетании получилась довольно интересная атака, интересный повтор, и я думаю, что сам атакующий, конечно, честно говоря, был в шоке от всего происходящего. Такого поворота событий он явно не ожидал. И я думаю, количество ответов на вопрос, что сажать в клан Кассел на КВ после этого ролика явно, конечно, увеличится на еще один дополнительный сэп, и наверняка многие из вас как раз-таки попробуют посадить туда ведьм, и если получится что-то интересное, то, конечно, связывайтесь со мной, пишите в комментариях, пишите в нашу группу ВКонтакте, все ссылочки, естественно, есть в описании. Ну а всем, кому понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, конечно же, пишите комментарии, что вы думаете про ведьм-клан Кассел. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok